друзья лесной воронеж река на мой взгляд заслуживающая особенного внимания и исследования если есть такая возможность ее надо обязательно использовать здесь так удивительно и красиво я еще не дошел до завалов но и уже здесь просто от счастья выскакивает из груди мое сердце это класс итак мы сегодня уже сделали три реки больной воронеж лесной воронеж и сейчас идем в настоящий воронеж включаем скорость всем привет вы на канале вместе зож с вами сергей суханов и сегодня мы начинаем наше путешествие наш одиночный сплав по реке воронеж и начало маршрута от этих прекрасных мест река пальной воронеж а об этой реке я потом расскажу но пока я вам лучше ее немножечко покажу туда и вот я немножко вошел вверх по течению но буквально наверное километр не больше дальше совершенно заросшие места а теперь уже пойду вниз по течению река в этом месте очень узкая и местами заросшие но достаточно проходимая вода очень прозрачная и прохладная хотя уже второе июля 2023 года за моей спиной остается новый автомобильный мост по которому мы проехали и как раз сейчас я прохожу под старым автомобильным мостом слева от которого мы становились на воду но вполне логичный вопрос где я можно ответить вот здесь благодаря навигации сейчас можно все 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 увидеть вот это тот самый мост под которым я нахожусь а это река пальной воронеж приближаясь к своему устью пальной воронеж становится шире и более заросший но проходить можно ну и последние метры на пути слиянию этих двух воронежей приходится проходить через вот такую стену камыша может быть я где проскочил поворот но честно сказать я чувствую что надо идти туда но как туда идти не знаю ну вроде проливался и вот впереди появился долгожданный мост железнодорожный и так мы шли по польному воронежу а теперь сворачиваем на лесной воронеж но я был бы не я если бы я хоть чуть-чуть не прошелся бы по нему за моей спиной тот самый железнодорожный мост около которого сливаются пальной и лесной воронеж и образуют реку воронеж который уходит вот туда но сейчас мы сделаем небольшой экскурс все-таки в лесной воронеж для того чтобы посмотреть чем он отличается от пального и вообще отличается ли он чем-нибудь вот так вот на перемет попалась красноперка которая теперь попала и ко мне в кадр ну пусть дальше плескается такое вот устройство нехитрое которое помогает поймать рыбку итак лесной воронеж до леса я пока не дошел но хочу сказать что глубина здесь однозначно больше река уже и как будто бы здесь быстрее течение пойду я ля дальше выше или нет сейчас решу ну а так вода чистейшая погода чудеснейшая ляпота и вот пройдя где-то километр от устья я понимаю что впереди ждут препятствия надеюсь преодолимые это река лесной воронеж идем в лес чем выше по течению тем река становится уже и мельче но пока еще проходимо чем дальше в лес тем интересней итак я продвигаюсь все выше и выше по течению а река все больше и больше становится становится зарощенной ох но вода очень чистая и вот теперь лесной воронеж полностью оправдывает свое название он вошел в какой-то удивительный лес пока еще проходимо и очень очень красиво очень очень мелко за счет этого течения ускорилось кругом плавает столько много рыбы характер берегов тоже изменился здесь уже вот такой высокий берег и река поворачивает налево а мы идем дальше берег даже и вот таким бывает здесь со множеством гнезд для ласточек ох сколько же их много но река на удивление стала более чистой продолжаем наш подъем вверх lev друзья, воронеж, река на мой взгляд заслуживающая особенного внимание и исследования если есть такая возможность ее надо обязательно использовать здесь так удивительно и красиво я еще не дошел до завалов но и уже здесь просто от счастья выскакивает из груди мое сердце это класс за каждым поворотом открываются все новые и новые виды которые поражают своей красотой по пути встречаются вот такие вот места где можно вполне себе искупаться даже песочек ух ты и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Скажем так, течение здесь совершенно небольшое. Вот так все вверх, 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 вверх. Здесь река петляет в лесу. Ну, немножко красиво. И вот я дошел до этой самой точки. Вот с такими вот координатами. Кому интересно. И здесь уже прохода нет. Если кому-то хочется прорубаться, то это можно делать и продираться. Но в мои планы сегодня это не входит. Так что вот это вот финиш. При подъеме вверх. Теоретически, конечно, продраться можно. Но практически никакого в этом смысла сегодня я не вижу. Но если кто-то очень хочет побороться с препятствиями... Велком! Ну, естественно, после наслаждения такой красотой обязательно хочется перекусить. И можно это сделать в таком великолепном месте. Можете любоваться сами. Отличное местечко для стапеля. Остается за моей спиной. Еще раз можете на него взглянуть. Вот. Надо доехать до стела Стаева. И потом уже немножко по проселочной дороге. Но дорога здесь хорошая. Ну, а я, подкрепившись и набравшись новых сил иду вновь, но теперь уже вниз по течению. И который раз хочется отметить, что когда идешь вниз по течению, это намного легче. Однако, когда идешь вверх, ты как будто бы видишь немного по другому реку. Поэтому каждый выбирает, куда ему двигаться. Вверх по течению, вниз по течению, или вообще без всякого течения. А я туда. Туда, туда. На маленьком плоту сквозь бури, дождь и грозы, взяв только сны, грезы и детскую мечту. Я тихо уплыву, лишь в дом бронит не в полночь, чтоб ритмами наполнить мир, в котором я живу. Ну и пусть будет нелегким мой пусть, тянув к огну боль и грусть, прежних ошибок, грусть. Но мой плот, свитый из песен и слой, всем моим бедам на зло вовсе не так уж плот. Я не от тех беру, кто беды мне пророчит, Им и сытней и проще на твердом берегу. Им не дано понять, что вдруг со мною стало, что дарь меня позвала, успокоит, что меня. Ну и пусть будет нелегким мой путь, тянув к огну боль и грусть, прежних ошибок, грусть. Но мой плот, свитый из песен и слой, всем моим бедам на зло вовсе не так уж плот. Путь в прошлой пору И дальше путь, что будет Из монотонных будней Я тихо уплыву На маленьком плату Лишь дом бродит неполно Я тихо уплыву Мир новых разок полный Я, быть может, дарит Ну и пусть Будет нелегким мой путь, Тянув к огну боль и грусть, Прежних ошибок, грусть. Но мой плот, Свитый из песен и слой, Всем моим бедам на зло Вовсе не так уж плот Субтитры создавал DimaTorzok Итак, если уместно так выразиться, мне эта речка очень понравилась и я в нее даже на этом маленьком коротком участке очень влюбился. Здесь так здорово, она идет в тени и так петляет, деревья подходят очень близко. Вода, вода такая чистая, что практически видно на два с половиной метра и когда рыба рассыпается, увидев твое приближение, это очень интересно и здорово. Поэтому, если будет возможность, обязательно посетите. Ну, а если не будет возможности посетить, хотя бы посмотрите это видео. Я надеюсь, там будет еще много чего интересного. Итак, мы сегодня уже сделали три реки. Польной Воронеж, лесной Воронеж и сейчас идем в настоящий Воронеж. Включаем скорость! Итак, друзья, мы заканчиваем наше короткое знакомство с прекрасной речкой лесной Воронеж, в которую я, откровенно говоря, очень влюбился и продолжаем наше путешествие. Этот мост, который служит началом реки Воронеж, где сливаются лесной и больной Воронеж и отсюда мы начинаем наш сплав, большой сплав. Но это вы увидите в следующей серии, поэтому не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал.